Начиная с прошлого года на предприятиях города проводятся онкорейды. Их суть проста. Врачи приезжают и делают забор крови на так называемые онкомаркеры. Спустя пару дней человек может узнать, подвержен он опасному заболеванию или нет. Вдобавок в июле открыл свои двери онкоцентр. Благодаря всему этому с начала года было выявлено более 180 человек, у которых обнаружился рак на первой или второй стадиях. Эта цифра намного выше, чем в прошлом году. В основном это трудоспособное население. То есть возраст от 40 до 50 лет. Были, конечно, и случаи, когда это возраст от 30 до 40, и даже ранее, и, конечно, старшего возраста. Врачи отмечают, что сегодня в нашем городе на учете состоят 2500 человек, страдающих от рака. Больше всего тех, кого поразила опухоль молочной железы. Их около 500. Специалисты говорят, что рак – это многофакторное заболевание. Сложно назвать точные причины, которые влияют на образование опухоли. Однако есть общепринятое мнение – чем раньше она будет обнаружена, тем лучше. Если на ранней стадии выявлено онкологическое заболевание, это способствует тому, что сроки лечения уменьшаются, эффективность лечения намного лучше. Результат, естественно, достигается намного быстрее и лучше. Последствия этого заболевания меньше, метастазирование меньше. Поэтому ранние выявляемости, конечно, необходимы. О том, что нужно как можно раньше выявлять онкологию, говорил и Ради Хайбиров еще в конце июня этого года. А 1 июля вышел приказ Минздрава Республики. За каждый случай выявления рака на ранней стадии врач получит премию в размере 5000 рублей. Стоит отметить, что в Нефтекамской больнице на сегодняшний день 47 случаев выявленных онкологических заболеваний на ранних стадиях. И врачи, которые выявили эти заболевания, уже премированы. Отметим, что горожане могут не дожидаться, пока на их предприятии пройдет онкорейд. Если есть подозрение на опухоль, можно записаться на осмотр в онкоцентре на первом этаже шестиэтажки. Вся информация по телефону 705-25, либо пройти диспансеризацию. Отправной точкой в этом случае станет кабинет вашего участкового терапевта. Лариса Миронова задавлечена информационная программа «Время новостей».